здравствуйте с вами эквименеджмент свитой козловой и так сегодня мы поговорим о важности брендинга я долго думала о том когда именно мы с вами должны обсудить эту тему и все же решила включить ее в первую часть нашего проекта ввиду ее абсолютной приоритетности ведь еще теоретиками менеджмента восьмидесятых было разработано положение о том что преуспевающие компании должны прежде всего создавать бренды они производить товары или услуги до этого момента в центре внимания стоял сам процесс производства он был библии двадцатого века ну вот возникли самоуверенные наглецы такие как найк microsoft томми хилфигер intel которые утверждали что производят не товары а образы идеи ценности и стиль жизни которые отражают их бренды и вскоре мир увидел как на рынке стали выигрывать именно те кому удавалось создавать самые яркие образы прежде чем я предложу вам немного оглянуться назад чтобы увидеть как впервые возникла идея брендинга я замечу что брендинг и реклама это далеко не одно и то же если бренд есть ядро есть сама сущность компании то реклама это только одно из средств донесения этой сущности до окружающего мира и так брендинг родился в результате бума фабричного производства товаров рынок наводнили одинаковые безликие товары продукты машинного производства которые зачастую невозможно было отличить друг от друга в результате вместе с продуктом пришлось создавать и его индивидуальный образ по которому конкретный продукт потребители могли отличить от конкурентов так постепенно возникала корпоративная индивидуальность товары начали получать имя как правило в начале это были имена самих производителей такие как хайнс босс прада но уже на заре брендинга были люди которые понимали что их рекламные послания рассказывающие о достоинствах товара должны учитывать прежде всего духовное измерение жизни и взывать к чувствам людей так компании стали искать душу своих брендов создавая образы олицетворяющие представления потребителя о самом себе те кому это удавалось превращали в глазах миллионов людей свои логотипы в инициалы близкого друга а слоганы в жизненные девизы концу сороковых годов двадцатого века понятие бренд перестало быть синонимом изящной эмблемы красивой этикетки и запоминающегося слогана компании стали обретать особую индивидуальность а отсюда уже было рукой подать сначала до корпоративного сознания а потом и корпоративной культуры и так потребители стали покупать не товары а бренды чтобы привыкнуть и адаптироваться к этому изменению массового сознания производителям товаров и услуг потребовалось несколько десятилетий к середине 90-х годов двадцатого века когда создавался бренд продар западные компании уже вовсю вкладывали деньги в то что еще вчера считали абстрактным и неизмеряемым в торговую марку в цивилизованном мире не оставалось практически ничего на чем бы не было ярлычка или что не несло бы на себе печать брендов вот и наш молодой конный клуб продар созданный в чехии и названный именем одной из первых своих лошадей столкнулся с необходимостью для продвижения своего бренда проводить маркетинговые мероприятия резонирующие с целевой аудиторией мы оказались в окружении старых европейских конюшен которые давно внедрили идею брендинга в ткань своих компаний их корпоративная культура выглядела как закрытый клуб и все в ней начиная от ярких личностей самих владельцев до фанатичного внимания к соблюдению фирменного стиля было для нас удивительно мы видели что любая лошадь например с конюшни ульриха кассельмана продавалась в разы дороже чем точно такая же лошадь но предложенная скромным заводчиком без имени это происходило потому что бренд кассельман зарабатывал на том что передавал вместе с лошадью некие ожидания опыт и возможности а сама лошадь как бы даже отходила на второй план тогда в 90 мы были молодыми дерзкими мечтателями решившими создать дух бренда продар но у нас была одна существенная проблема у нас не было лишних средств которые мы могли бы потратить на агентство поручив ему разработку концепции нашего бренда поэтому строить бренд и искать его сущность пришлось самим не обремененные такими сложными зоотехническими процессами как разведение и выращивание мы стремительно ворвались европейский рынок предложив высококлассных лошадей рожденных лучших конных заводов украины за довольно умеренные деньги теперь предстояло создать в сознании потенциальных покупателей ассоциацию бренда продар с успехом на конно-спортивных аренах мы нанесли на свои вольтрапы хорошо известный сегодня логотип и отправились за медалями однако несмотря на определенные победы выйти за пределы узкой специализации продавцов лошадей для конкура и выездки нам удалось далеко не сразу чтобы стать самостоятельным содержательным брендом необходимо было создавать и продвигать особый продаровский стиль жизни чтобы продавать его вместе с нашими лошадьми а следовательно предстояло установить не только деловые отношения с потенциальными покупателями ну и особую эмоциональную связь что имеется ввиду ну например бренд nike не продает кроссовки nike обогащает жизнь людей занятиями спортом а бренд дизель джинс не продает джинсы компания продает особое отношение к жизни через манеру одеваться это было для нас новая истина и тогда мы стали проводить у себя в комплексе совместные мероприятия с модными журналами от космополитен до плейбой это не было традиционное спонсорство это были именно проекты делавшие клуб продар центром внимания и главным событием вскоре наш клуб стал самым популярным в южной чехии а бренд продар символом успеха не только на спортивной арене но и вне и и позже уже в москве когда тема продажи лошадей осталась в прошлом мы продолжили строить бренд не на основе конкретных услуг а на основе репутации и определенных жизненных ценностей а именно через позитивные культурные и спортивные события правда изначально мы еще целых восемь лет то есть два олимпийских цикла посвятили спонсирование членов сборной команды россии по выиске предполагая что таким образом сделаем бренд продар привлекательным для потенциальных членов клуба но мы ошибались в профессиональном спорте слишком велика роль национальных федераций и ошибки в менеджменте на их уровне постоянно перечеркивают финансовые и эмоциональные усилия частных клубов поскольку мы больше не занимались продажей лошадей которых нужно было рекламировать посредством участия в соревнованиях а тренирующиеся в клубе всадники явно отдавали предпочтение профессионализму тренеров безопасности и комфорту перед не имеющими к ним прямого отношения успехами всадников клуба где-то за рубежом я вынуждена была признать что погоня за результатами на международной конно-спортивной арене отнимает ресурсы которые со значительно большей пользой могли бы быть направлены на развитие клуба и мы изменили позиционирование бренда сегодня продар это не только школа верховой езды и пони клуб но и арт-галерея магазин винтажных вещей ресторан издания книг производства документальных фильмов о спорте образовательные и светские мероприятия по мере того как разрастаются города люди все больше испытывают потребность в общении с лошадьми по мере того как появляются кска гиганты возрастает ценность небольших уютных клубов где люди могут наслаждаться не только верховой ездой но и деликатной интимностью обстановки уютом библиотеки теплом камина первоклассной едой знакомиться с историей практика иконного спорта в особой атмосфере единого тематического пространства где люди и лошади уважают друг друга сегодня мы с вами на примере клуба продар увидели как пусть и не самого начала деятельности наш бренд обретал сущность и становился зрелой корпоративной культурой благодаря тому что он не являлся продуктом маркетинга а всегда был чем-то большим идеи подходом системой ценностей жизненным опытом ведь только в этом случае мы можем не просто предлагать услугу мы даем возможность испытать на себе и почувствовать значение нашего бренда и так чтобы создать свой бренд необходимо во первых четко понимать что нужно конкретному потребителю ваших услуг о чем он мечтает чтобы эту мечту ему подарить во вторых найти индивидуальность вашего клуба и определить основные компоненты наполнения бренда в третьих мыслить шире и руководствоваться целью звездой в четвертых сформировать четкое понимание философии клуба его ценностей и уникальных характеристик и наконец в пятых стремится сделать мир лучше а не только получить выгоду ведь успешный бренд всегда несет позитивный социальный эффект реально делая мир лучше людей счастливее до мир брендинга больше никогда не будет концентрироваться лишь на рынке товаров и услуг отныне бренды это идеи и концепции и лучшие конные клубы проходят прямо на наших глазах этот путь от спонсорства отдельных всадников к брендинговому партнерству в рамках проведения мероприятий и соревнований постепенно поднимаясь к высшей ступени брендинга предложению своего бренда как образа жизни и так это была заключительная программа цикла и среда следующий цикл проекта эквименеджмент посвящен качеству и будет обозначен английской буквой q в первой программе мы расскажем о том что нужно обязательно знать о строительстве и эксплуатации кска вы узнаете об основных правилах несоблюдение которых снижает уровень безопасности или влечет за собой проблемы связанные со здоровьем лошадей если проект эквименеджмент интересен вам а информация которую мы предлагаем вашему вниманию полезно ставьте лайки чтобы это видео попало в рекомендованные тогда его сможет увидеть еще больше конников которым она собственно и адресована с вами была витта козлова до новых встреч а Продолжение следует...